Друзья, мне кажется, отличная подборка. А у нас уже на связи YouTube-блогер, автор канала «Книжный червь» Григорий Мастридер. Григорий, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Только не «Книжный червь», а «Книжный чел». «Книжный чел». Извините, да. Но я ведь... Да, знаете, у нас вчера, когда мы вас анонсировали, кто-то из комментаторов сказал, знаете, мне кажется, это его ненастоящая фамилия, лингвистическое чутье подсказывает. Григорий, мы сейчас посмотрели, что люди спрашивали в последний раз. Я, честно говоря, могу проверить, если интересно. Давайте. И еще меня интересует вопрос, который тоже очень хочется задать. Вы сейчас ответите на вопрос Ольге. А потом я вас спрошу, вы все-таки YouTube-блогер или YouTube-блогер? Кто вы? Вообще, кто вы? Да, значит, последний раз я гуглил PM2.5. Это оказался показатель, который используют для оценки чистоты экологии, загрязненности воздуха в городе. А кто один, да. Вот, да. Я просто еще помимо того, что я литературу пропагандирую, еще и здоровый образ жизни, педахакинг и так далее. А YouTube – это вечный, конечно, вопрос. Я лично говорю YouTube. Мне кажется, что язык, в принципе, как феологи говорят, стремится к экономии, языковой экономии. И зачем использовать лишнюю букву, мягкий знак, если можно ее не использовать? Что кто-то учил британский английский, а там говорят YouTube. А кто-то учил американский английский, а там говорят YouTube. Вот, больше людей в России в школах учили по британским методичкам, поэтому больше что пишите через меня. Очень интересно, что даже вот слова, заимствованные из английского языка, могут различаться в произношении и написании в зависимости от того, британский английский или американский английский. Григорий, вы… Правда, все в этом случае, поэтому говорите, как вам удобно. Да, остальные тоже могут как удобно говорить. Аккаунты активно делитесь с подписчиками, новостями из жизни, мыслями на разные темы. Если вы сомневаетесь в написании слова, то каким ресурсом вы обращаетесь и каким источникам вы доверяете? Ну, на самом деле, хотелось бы сказать, что я открываю словарь какой-нибудь большой, ортографический, но, честно говоря, в последнее время это всегда интернет просто. Причем Google. Даже не конкретный какой-то сайт словаря, а Google. Собираю слово Google, там дальше в поисковой выдаче несколько разных источников словарей, и дальше уже я смотрю, какой из них, мне кажется, прийти. Владимир Пахомов вам расскажет, где нужно правильно гуглить. Я вас приглашаю на сайт Grama.ru. Этот сайт уже почти 20 лет работает в интернете. Специально для того, чтобы проверять там написание, произношение слов. Это самый авторитетный источник по русскому языку в интернете. Так что заходите. Когда в выдаче Google вижу Grama.ru, я прихожу. Ну, не знаю, нас коль насчет самый авторитетный, а много словарей, что-то есть. Ну, они академические, да, академические словари. Да, конечно, мы понимаем, что в библиотеку за словарем уже никто не ходит. Григорий, а вообще вы считаете, насколько важно грамотно писать свои тексты, или, может быть, смысл можно передать и с орфографическими пунктуационными ошибками, пусть будут? Знаете, я такой в этом плане всегда был в сноу, но в последнее время как-то больше, более спокойно стал относиться к орфографическим ошибкам, но в тюжи меня очень сильно бесило, как люди в интернете пренебрежительно относятся к нормам русского языка. Но на самом деле, мне кажется, что главное, чтобы была мысль донесена. Хотя, конечно, приятно смотреть на правильную орфографию, пунктуацию. А какое для вас правило самое сложное? Потому что общеизвестно, что есть много сложных мест, да, вот однодвен, например, в словах разных частей речи, не с разными частями речи, ой, о, после шипящих. Вот для вас что самое сложное в правилах? Может, пунктуация или что-нибудь? Я думаю, не с краткими причастиями, там, или с прилагательными. В случае, когда приходится задать себе вопросы, не подумать, там, скажем, не случайно какое-нибудь, ты думаешь, в этой разнице не решили. Вот, наверное, это правило. Да, это правило вызывает много сложностей, да, и у тех участников, которые пишут «Тотальный диктант» уже многие годы, и каждый год мы на курсах их повторяем, каждый год делают люди много ошибок. Ну, действительно, очень сложное. Григорий, вы сами говорите, что язык меняется, стремится только экономией, усилий, то иногда он, наоборот, берет из других языков что-то разное. И сейчас кажется, что уже не просто 40-летние не понимают молодежь, да, но и 25-летние могут не понимать то, что говорят 16-летние. Вот вы на одном языке со своей аудиторией общаетесь? Ну, у меня аудитория взрослая, самая большая группа демографическая – это 25-34 в моих блогах, поэтому я как раз общаюсь со своей аудиторией на одном языке, хотя меня регулярно критикуют за обилие англицизма. Я просто много англоязычных источников перерабатываю, про них рассказываю, иногда у меня проскальзывает. Ну, меокульпа, как говорится. Но с более молодым поколением, поколением Z, подписчиков мало, но у меня есть младшие братья и сестры. И вот они сидят в своих тиктоках, занимаются всеми этими странными вещами. Я с ними, конечно, иногда чувствую себя жутким динозаром. Мне 26 лет, при этом я не понимаю иногда, о чем они говорят. Приходится, ну, я стараюсь все-таки не быть таким душным стартером, как называется, а вникать в это все дело, просить меня научить станцевать танец из трендов тиктока и так далее. Вот, Григорий, мы сегодня в поколение старше вас, но хотим вам провести такую игру, испытание, чтобы научить вас разговаривать на одном языке с вашими младшими братьями и сестрами. Надеемся, у вас получится. Я напоминаю нашим зрителям, что можно Григорию задавать вопросы. За интересные вопросы мы дарим словарь языка интернета точка ру. И про игру. Готовы к игре? Давайте. Давайте, начнем. Я буду читать перефразированное языком молодежи литературное произведение, вам нужно будет его угадать. Мне кажется, вам будет совсем несложно это сделать. Начинаем. Чувак страдает от недостатка кэша и решается на преступление, но после этого у него начинаются траблы с менталкой. Преступление-наказание? Правильно, да. Правильно. Следующая задачка. Пожилая child-free пара пытается добиться от домашнего питомца что похавать, но их ждет необычный квест и неожиданная пасхалка в конце. Пожилая пара. Колобок. Почти, почти правильное направление, это сказка. Пожилая пара и похавать. Курочка-ряба. Правильно. Пасхалочка в конце должна была здесь решить. Еще одно испытание, еще один сюжет. Молодой хипстер приезжает в деревню, прокрастинирует и становится крашем одной тян, которая катает ему лангрита своих чувств. Он ее сливает, но годами позже понимает, что сам вкрашился в нее. Приезжая к ней на рейф, он признается в любви, но теперь она уже его сливает. Ну, кстати, прекрасное слово «краш», мне кажется, русский язык обогащен уже далеко и надолго. Это Евгений Олегов, конечно же. Конечно. Конечно. И, пожалуй, последнее. Девушку абьюзит семья ее мужа, супруг забивает на ее истерики и тревоги, а лучшая подруга чилит с другими кунами. Ей приходится кикнуться, чтобы он понял, что и он жертва психологического абьюза. Это пьеса. Это, пожалуй, самое сложное задание. Думали, все легко, как орешки. Это Островский? Да. Да, верно. Григорий, вы просто большой молодец. Спасибо вам за участие. Это гроза, назовем ее. Это гроза, Екатерина. Луч света в темном царстве. Мы с вами не прощаемся. У нас еще есть вопросы. А, вопросы. Вопросы от нашей аудитории. Мария из Перми спрашивает. Как у вас возникла идея создать свою программу? Ну, мне показалось, что на Ютьюбе, на Ютьюбе, ну вот если речь о моем Ютьюб-канале, потому что у меня есть там и в Телеграме блоги, например, но, наверное, про литературный канал как раз мой книжный чел. Мне показалось, что на Ютьюбе нет такого контента, который был бы интересен книголюбам. Есть замечательные буктюберы, другие блогеры, но вот именно в формате бесед с писателями, какими-то интеллектуалами, которые бы рассказывали о своих любимых книгах, такого формата я не видел. Вот, и решил сделать сам. Юлия из Елабуги спрашивает. Как вы относитесь к библиотекам? Отлично. В них можно кайфово зависать. Я, правда, это сейчас редко делаю. Меня уже видите, вы меня на этом. Теперь уже не отойду. Редко, честно признаю, сейчас бываю в библиотеках, но люблю. Особенно за рубежом каких-то старых, атмосферных, классных. У нас в России сейчас тоже начинают. Конечно, их подавляюще выглядит плачевно. Ну, действительно, идет такая волна, что многие библиотеки обновляются, становятся тем самым третьим местом, своеобразными каворкингами, площадками для разных мероприятий, поэтому есть оптимизм в этом направлении. Еще один вопрос у нас есть. Да, вопрос к нам подключается Мальта. Нас смотрит на Мальте тоже. И вопрос от Юлии. Наверное, у всех есть слово, про описание которого нужно постоянно проверять. С каким словом у вас возникают сложности? Мы спрашивали о правиле, а вот теперь вопрос от Юлии о слове, которое для вас очень трудное. Да вроде нет такого прям, чтобы как постоянно проверял. Не могу вспомнить. Обычно один раз проверил и запомнил. Я очень долго не мог запомнить слова с корнем апелляции. Безапелляционные, апеллировать. Где одна П, или две, одна Л, или две. Я очень долго это запоминал, но запомнил. Долгое время мы им бичем. А вот вспомнил слово. Да, Григорий? Вспомнил такое слово. Харасмент. Я постоянно в начале думал, то ли две Р, то ли две С. Вот. Такое слово. Ну да, с двойными согласиями сложно, да. Потому что тут никакого правила нет, и надо только запоминать. Еще есть вопросы у нас. Скажите, какое ваше любимое произведение, Григорий? Наверное, я назову произведение, от которого поморщатся некоторые снобы, потому что это много как-то фан-фикшн вообще, но написанный одним из крупнейших в мире экспертов по развитию искусственного интеллекта, ученым, выдающимся, Эльезром Ютковским. Книга называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Он взял мир Джоан Кэтлин Роулинг, известный многим, и в нем создал историю о Гарри Поттере, который вырос в семье ученых и стал применять методы рационального мышления для познания магического мира. И помимо того, что это блестящее с художественной точки зрения произведение, вот у меня были многие писатели в моем книжном челе, в шоу, которые тоже советовали это с точки зрения художественной литературы. Помимо этого, это очень влиятельная книга с точки зрения пропаганды, идеи рационального мышления. И недавно в России прошла краудфандинговая кампания, где 12 миллионов рублей энтузиасты собрали на планете Ру, это был рекорд русского краудфандинга, на то, чтобы издать эту книгу и по библиотекам ее разослать в вузах, школах и так далее. Потому что очень полезная книга, действительно. Так что вот номер один такой выбор. Слушайте, очень здорово. Вот у нас как раз вы говорили о ваших гостях, заикнулись, спрашивают, какой из ваших гостей вашего канала был вам наиболее интересен. Почему? Расскажите нам. Ну, очень много. Я не выделил кого-то одного, но очень-очень сильно мне хотелось и очень рад, я был когда с Улицкой, удалось сделать выпуск. С Быковым, хотя с ним такой неоднозначный у меня выпуск получился. Аства Цатуров, прекрасный собеседник, очень-очень здорово было с ним. Ну, не всегда я согласен со своими собеседниками, но все равно это хорошие выпуски. На мой взгляд, например, Прилепин у нас с ним политические жесткие были споры, но в целом собеседник классный. Глухоцкий, Ася Казанцева. Вот. Но, наверное, мой любимый гость моей передачи – это Александр Фарсайд. Он не так известен, к сожалению, пока что молодой музыкант, театральный режиссер и писатель начинающий, но блестящий энциклопедически образованный молодой человек. И вот он у меня постоянный гость моей передачи. Если не слышали, загуглите Александр Фарсайд. Хорошо, обязательно. Посмотрим. А Татьяна из Уфы спрашивает, как вы относитесь к сокращениям. Татьяна не уточнила сокращением слов или, может быть, сокращением книг, произведения бюджетов. Бюджетов, да. Поэтому на всякий случай расскажите про все. Сокращение слов нормально, особенно в интернете. Норм. Норм. Сокращение книг, имеется в виду, видимо, summary, так называемые, тоже норм. Я сам регулярно какие-то non-fiction, нехудожественные книги читаю сначала в формате summary, чтобы понять, стоит ли целую книгу читать или нет. Потому что зачастую автор просто растекается мысью по древу толстой нехудожественной книги, когда это можно вложить в одну статью, одну идею просто растягивать на книгу, чтобы больше там получить уважение в обществе, что он автор книги, которые бестселлер New York Times. Вот есть такой феномен. Но это про нехудожественные книги. Художку, естественно. Марти Макфлай интересуется, с кем из писателем прошлого вы бы хотели поговорить? Ну, их много. Наверное, Лев Толстой номер один для меня. Да. Светлана из Тюмени спрашивает, какие книги больше нравятся вам, отечественные или зарубежные? Ну, это странный вопрос. Я не делю книги на отечественные и зарубежные. У меня есть в списке любимых книг много русской классики, много зарубежной классики. Ну, наверное, если так брать широкими мазками, у меня две любимых литературы – это русская и американская. А скажите, у вас есть идея или мечта написать свою книгу? Если да, то о чем бы она была? Да, я планирую написать свою книгу. Скорее всего, это будет для международной аудитории на английском языке, но на русском, скорее всего, тоже издам. Будет она посвящена трансгуманизму. Трансгуманизму – это что человек должен улучшать себя с помощью достижения науки и технологий, в том числе бороться со старением, продлевать жизнь, улучшать свое здоровье, не быть дряхлым старцем в столь этапах активным, молодым, энергичным. И жить по возможности подольше. А может быть, в ближайшие десятилетия будут и дальнейшие прорывы в регенеративной медицине, на медицине и прочих сферах, которые позволят нам жить и существенно дольше, чем сейчас люди живут. Вот, собственно, это одна из моих любимых тем. И преступно малоизвестна идея трансгуманизма. Люди почему-то думают, что всегда умирали и будем умирать там сто лет все. Но это, конечно, не так, и нужно вести популяризацию в этой сфере. Поэтому я планирую написать как раз не художественную книгу. Ну и, конечно, не мог не прийти вопрос о том, какие книги вы предпочитаете, электронные или бумажные. И вообще о бумажных и электронных книгах. Что думаете, есть ли будущее у бумажных книг? У вас заживала последняя часть вопроса, можете повторить? А есть ли будущее у бумажных книг? И какие вообще книги вы предпочитаете, бумажные или электронные? Ну, однозначно есть. Точно так же, как есть будущее виниловых пластинок. У меня у самого есть виниловый проигрыватель. Я с удовольствием пишу на нем винил. Вот. И это для ценителей. Танец просто для тех, кто любит старые такие вещи. Олдфаги, вот на молодежном слайде говоря. Вот. Его, конечно, буду читать в цифре. И я уже сейчас большую часть читаю электронную, как и большинство, наверное, других людей моего поколения. Григорий, спасибо вам огромное за участие. Мы хотим, чтобы вы выбрали два вопроса, которые вам больше всего понравились. И мы наградим их авторов и отправим их вот такие книжки словарь языка интернета.ру. Скажите, кого хотите наградить? Григорий. Григорий, вы с нами? Да, у нас потерялась связь. Да, что со связью проблемы. Вы выбираете сколько? Два. Два лучших вопроса. Да. Два вопроса, да. Ну, давайте вопрос по мертвого писателя. Писатель прошлого. Давайте про слово. Хороший вопрос. Слово, которое ты постоянно перепроверяешь. Слово, да. Это от Юлии. Мальта. Малетта. Да, про писателя у нас пока нет уточнений. Но мы обязательно свяжемся с авторами вопроса. Григорий, мы с вами не прощаемся. Уже совсем скоро мы вернемся в нашу студию для того, чтобы написать тот самый рецидивный диктант. Диктант у нас в этот раз рецидивный. В прошлый раз был фантомный, те, кто смотрели наш марафон. Поэтому оставайтесь с нами. Совсем скоро Дина Рубина в онлайн-марафоне тотального диктанта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова